добрый день уважаемые трейдеры сегодня 24 марта среда представляю вашему внимание очередной обзор рынка для компании инстафорекс логотип который вы при хорошем зрении можете рассмотреть у меня за спиной так сегодня интересный праздник он международный день право на установление истины в отношении грубых нарушений прав человека если ваши права человека грубо нарушились то сегодня ваш праздник можете открыть бутылочку шампанского и под песню призрачное все в этом мире бушующим отпраздновать это событие тонна глядя вдаль в окно но мы посмотрим что сегодня можем поторговать сегодня у меня три статьи но пока еще одна не опубликована по рублю я думаю что процессе она появится значит по золото торговая идея это что говорят французские аналитики по золоту что доллар будет укрепляться и об этом мы как раз поговорим на графике давайте переключимся и посмотрим золотишко золотишко что я сегодня рекомендовал по золото я сегодня рекомендовал поработать на понижение почему потому что вчера доллар укрепился американский пробил вот такое слабо наклонную трендовую линию фактически это был треугольники учрой рисовал и если взять за импульс этот треугольник то мы в принципе оттестили полтинчик и 61 и в принципе можем вполне вполне спуститься вниз и первая цель должна быть у нас минимум 18 марта напоминаю что есть очень большие цели по золоту очень большие относительно конечно все относительно но это площадочки вот как раз 1660 но как раз то о чем говорят французские аналитики это вот эта площадка скорее всего не смотрят мои обзоры и периодически ставят лайки но собственно примерно такой вот планчик думаю что сегодня американцы дожмут это дело и мы увидим пробой 18 марта я думаю здесь много стопов почему-то что был треугольник такой серьезный и покупателей здесь конечно очень много торговой идея отменится я думаю под за 23 фибой когда пробьется собственно этот импульс и тогда у нас откроется новая инициатива в ланге но пока есть шарту инициатива можно работать с ней евро доллар сегодня пробил минимум марта месяца пока немножко откатывает по евро доллару я рекомендовал работать на повышение вчера от вот этой инициативы интересная ситуация вчера на форуме форекс деньги он прокачал кстати по не подписан как минимум кто не подписан как минимум зарегистрируйтесь я вечером вчера давал разбор ситуации по евро очень очень такой плотный но во первых если опираться на спотовый рынок у нас не было пробоя вот и к моменту рекомендации в покупке у нас оставалась площадка промежуточная между 19 и 22 числом то есть между пятницей понедельником это такой звоночек был был да у нас позавчера пробита местная промежуточная площадка и без закрепления над ней но и находилась недельная тоже вот здесь но этот факт конечно что фонки были полностью съедены инициативой шартовой были не на нашей стороне но любом случае заход от полтинника при стопе за основанием импульса составлял всего 30 пунктов я надеюсь вы money management соблюдаете но и интригой конечно этого всего дела вчера им ребята мне прислали я не заметил но на фьючер на фьючер еще на фонках было обновление вот этого экстремума который мы собственно за которым мы охотились и это опять нас возвращает к первоисточнику да что смотреть фьючерсы либо спотовый рынок но вот чтобы не попадать в такие ловушки в которую мы попали вчера для лучше лучше проверять площадки на на фьючерах например вы охотите за за площадкой спотовый просто проверить есть он ваших ах линия если она уже пробит а то лучше за эту площадке не а хочется вот и все но если они есть и там и там то вероятность больше почему потому что и на пьюче suas на стороне трейдеры туда будет степиться и на спотовой там форекс frames банки да будет там стоять поэтому я на за симбиоз если у кого-то негде смотреть фьючерсы просто забейте загуглите фьючерсы онлайн в гугле и посмотрите сколько онлайн платформ предоставляет свои возможности смотреть фьючерсные графики вот ну и так площадка нас не часто появляются соответственно этому разу день посматривать такое можно но тогда такие вот такие вот моменты вы пропускать не будете но ли как минимум нибудь у них ошибаться так по евро по евро пока ничего не рекомендую многие сейчас кидаются покупать думать что это будет ложный пробой так далее ничего не думаю у меня отменился сигнал уланге была промежуточная площадка здесь вот я сильно не упирался потому что видел что здесь осталось осталось местная местная площадка еще и возле возле недельного такого уровня где он тут у нас вот здесь он находится поэтому откупок не было мощных инициатив чтобы нам нормально купить да ну по нашему методу нам нужно лонговая инициатива например она появится вот здесь вот появится и мы тогда с нее с нее на откате вот здесь вот где-нибудь купим с вами вот здесь как обычно с 50 процентного откате к ну хотя бы вот так но пока вот этой нет инициативы это все не актуально это просто фантазии поэтому пока ничего не делаем смотрим доллар укрепляется по всем фронтам все все нагнул там и фунта нагнул золото и серебро и все поэтому против такого паровоза быть очень аккуратно но я думаю вас немножко отрезвил по поводу этой площадки на фьючерсе фунтик фунтик упал упал оставил вот эту верхнюю тоже как как вот у еврика тоже только даже на фьючак сюда не залетел у нас был план продать повыше на на зеркало зеркало пробило с истинным пробоем и я чувствую что вся вот это натяжка начиная с осени и зимы она вся поглотится со временем фунтом связано это будет с укреплением доллара по всем фронтам поэтому здесь не рекомендую лезть более в обратную сторону доллар укрепление доллара не дает долл доллар и не пробиться к 108 но я считаю что вот этот пробойчик но может быть не на не на сильном долларе но на укрепляющиеся периодически и не может вот эту площадку снять поэтому присматривайтесь но без фанатизма но это просто верняки что что здесь все кто купила это раз два три четыре пять шесть пятнадцать дней три недели вот здесь покупатели стопятся за 108 но их не их не вынести этом я не знаю что должно произойти поэтому ну как минимум если вы будете покупать не стопитесь сюда потому что у вас вынесут с большой вероятностью это у нас была доллар иена доллар франк но логично логично обыча да видите даем что все его крупные движения вниз периодически потом возвращаются назад это этот инструмент может торговать сетками на без своповых счетах большие наборы смотрите месяц два три четыре пять шесть полгода вот он он вернулся соответственно счет на без свопах набрали сделали там 30 50 процентов все можно целый год торговать инструменты как доллар франка вслед с канадец вслед с новозеландец австралиец новозеландец канадец это просто песня на них и сеточники просто только выживают стрельц канадец после своих жестких перехаев возвращается вниз мы переходим к сеточному методу торговли это второй инструмент после доллар франка который мы рассматриваем в рамках сеток и здесь он пока не интересен я понимаю что он обвалился на 400 пунктов но мы начинаем напрягаться от пяти хаточки в обратную сторону от 500 пройдет то есть еще там примерно сотку и можно его аккуратненько подбирать австралийц новозеландец летит к зоне нашего набора я думаю что можно его набирать даже чуть раньше будет раньше пробоя хаев то есть до пробоя осталось 140 но еще пунктов 50 я буду набирать в обратку очень шумный инструмент и очень хорошо работает но если вы очень аккуратный то ждите пробоя 1 и 1 и набирать его сетка лимитных ордеров в обратную сторону франк иена не дал перехай обвалился но подождем его наверху план остается в силе канадец иена очень очень здорово подваливался я знаю что многие трейдеры которые продавали повыше уже сбросили часть позиции кто-то все сбросил вот я кое-что сбросил но я подожду дело в том что вчера инструмент упал именно в первое зеркало первое зеркало но мы набирали его вот от этой зоны поэтому мы будем сюда и ждать это может занять конечно долго время много времени но такой у нас план как минимум как минимум если вы даже хотите сбросить часть позиции с убытком а это нормально потому что у вас большая часть позиции будет в прибыли я бы рекомендовал технически грамотно сбросить вот на вот этой площадочке по 85 60 70 вот 85 70 хорошее место я думаю мы это скоро увидим падение этого инструмента связано с падением нефти не вдала свою трех волновку даже ну если все посчитать получится 5 волновка раз два три 4 5 волна прошла ну вот 57 немножко тут замерзла вот и собственно на этих обвалах этот инструмент уже здорово просил нефть пока не трогаем доллар доллар рубль давайте посмотрим статью мы опубликовали или нет да вот такую я сделал статью интересную такой вот парень который летит на горках вниз это наш деревянный друг под названием рубль здесь я в этой статье привел пять факторов которые топят топят нашего на первый взгляд непотопляемый рубль да но надо их перечислить первый фактор то что играет против рубля это заявление естественно джо байдена до против нашего президента путина не буду его цитировать я думаю что вы все знаете такого не было вообще ни в какой истории даже в советское время но я так понимаю что байдена есть на то основание так говорить с другой стороны сергей лавров начал выкидывать хотелось сказать фокусы но в том числе заявление по поводу того что если уничтожил отношения с россией нужно уходить от доллара и так далее то есть вот такие популистские заявления они говорят о том что ребята под на кассе пор или и теперь сидят в домике и типа мы ничего не знаем но люди не дураки они видят такие заявления что они будут делать конечно не будет покупать доллары потому что будет понимать что там ребята наверху пошли в разнос мы будем из этого страдать правильно поэтому я лучше прикуплю прикуплю баксы пересижу эти сложные времена если если я не прав поставьте мне дизлайк я думаю вы первый кто сейчас побежит менять доллары ну понимаю да эту ситуацию с другой стороны выходит у нас сегодня новость о том что министерство финансов в марте увеличит закупку валюты более чем в три раза и где это происходит по ценам вообще кошмарным понимаете но не покупали валюту не где-то во флете не сложных пробоев так о чем я говорил это говорит о том что министерство финансов не подписано на канал инстафорекс а зря вот и все вот эти факторы видите они они находятся вот в этой зоне не выталкивают доллар в космос четвертое технический анализ это ложный пробой площадки семь с два с половиной о чем я говорил вам в регулярно пятый фактор то что американский доллар в принципе везде укрепляется ко всему и к золоту и к серебру и к евро доллару и к фунт доллару и в доллар франки доллар везде укрепляется естественным образом и вот эти негативные заявления наших горе политиков они приходятся именно на вот эту общую волну крепления доллара американского и это как бы вообще не в карту да не в масть нам для нашей валюты поэтому я как следует затарился уже на алиэкспресс понимаю что скоро мы увидим рубль и доллары по 80 я думаю дальше просто вот эти все отскоки они еще как-то как-то были контролируемы на часу по судя по заявлениям наших политиков там там уже там же нет никаких способов защиты и отмазок поэтому это будет ракета просто поэтому я за то что за то что с рублем будет не очень хорошо и на то есть абсолютно объективные факторы которые указал в этой статье соответственно все то что мы сейчас видим я думаю что это все продолжится и сейчас полетят стопы продавцов которые здесь нам продавали это еще один будет такой сквиз вот а впереди площадка 81 и здравствуй сотка вот такая история серебришка те кто продавал серебро по моей глобальной мощные трехволновки она потихонечку идет полтинничка ползем уже площадочка на сотке я думаю сегодня на америке должны и просадить впереди у нас основная цель фиксации прибыли 2170 если ты где отработает будет будет трендом сезона вот таким вот образом давайте перейдем к вопросам на youtube канале по вчерашнему видео итак поехали я думал с праздником на урыс поздравить поздравить нас но может быть я его не заметил но с праздником вас киллер би так андрей федюков видео собчак я вам отправил очень интересная очень не ожидал я именно от нее услышать такие истории роман николаевич так спасибо за обзор за наводку открытие позиции банков нашел евро доллар на фоне 500 пойдет работка даром николаевич да вы были правы с ушли сначала на низ но я описал эту структуру вот я считаю что было там пару ошибочек у нас но в любом случае в любом случае если если бы опирались на фьючи я думаю что я бы с вами также стоял в шортах так доллар рубль месячный график входящий треугольник будет по сотке да да ромик 85 вот я как раз про это сегодня рассказывал андрей посмотри как на недельном выше работать по свечному методу нет пока не буду его рассматривать александр так добрый день не пойдет ли евро новозеландец для отработки трех волновки если до мужа слюбный график там хорошими цветов покупку александр не буду его смотреть потому что для отработки трех волновок у нас как бы трех волновка и охота за стопами они находятся в одной системе охота за стопами лучше всего идет в инструментах где торгует больше всего народу больше всего народу торгует евро доллар золото там ну еще там пару инструментов но в основном вот эти два и как показывает практика работы в симуляторе лучше всего метод охота за стопами идет на евро долларе это логично все остальное чем чем глубже дальше в кроссы тем хуже вот поэтому кроссы лучше работать сетками по системе среднего без отката то есть прошли какое-то гигантское расстояние которое больше чем средний проход все работайте сеткой в обратную сторону трех волновки только по технически четким инструментом так увидел вашу рекомендацию по фунту испугался что вы присоединились к горе трейдеров пойдем туда так спасибо да да ну там просто ошибка такая но я думаю все наладится алексей так спасибо за обзоры вышли симулятор тестера а то в моем нельзя использовать больше одного временного интервала до фишка именно того симулятора который раздаю и он абсолютно бесплатный если оставите почту в том что можно использовать несколько таймфреймов то очень удобно что вы можете сами отстроить себе тот таймфрейм которым который вы видите лучше его больше никогда не менять ну или симулятор естественно экономит кучу времени кучу а что вы думаете о рынке отисе если мало есть немало людей которые торгуют на этом рынке сколько понимаю там большие риски акции дают сто и тысячу процентов за один день если началась поправьте я двумя руками за этот рынок я сам в нем уже по пояс можно сказать очень много как бы его и торгую покупаю и и робин гуд и курсера там и дежит лошин у меня все все уже затарено я считаю что относительно форекса это не большие риски то есть то что говорят в интернете что вот эти сишки либо при и пивошки это все очень рискованно по отношению к банковским вкладам это рискованно но по отношению допустим маржинальной торговли с плечами на форексе это просто детский сад понимаете все говорю ребята вы не видели риски поэтому я за алексей так что вы наверно пути так в принципе все так сейчас вышлюсь симуляторы будьте осторожны в торговле в вечернее время рынок такой валится не становитесь против движений ну вот то что время зарождения тенденции сейчас вот то есть идут тренды тренды не наши френды мы подождем когда рынок сконсолидируется и заберем денежки с краев диапазонов в принципе на этом все пристегните ремни по доллар рублю контролируйте риски берегите себя и до встречи завтра утром на очередном обзоре ли инста форекс всем пока